Всем привет, с вами Andronet и да, не в простое время мы сейчас конечно живем, экономика рушится, айфоны и другие смартфоны дорожают, но по крайней мере на б.у. рынке, то есть к примеру, если вы что-то захотите купить с авито, цены там сильно не поменялись. Ну, растут, но не так как в магазинах. Сегодня я как раз таки хочу поговорить о таком еще в принципе бодром смартфончике под названием iPhone SE первого поколения. В принципе смартфон за свою стоимость, а стоит он приблизительно 5000 рублей плюс-минус средняя цена на авито, за данную стоимость он в принципе показывает неплохую работу. И я как раз таки сегодня хочу назвать 10 причин купить iPhone SE в 2022 году. Поехали! Ну, первую причину я уже назвал, это цена смартфона, как я уже сказал, в среднем он стоит 5000 рублей. И для нынешнего времени, для нынешнего курса доллара это довольно еще приемлемая такая цена, демократичная, хорошая. За такую стоимость купить iPhone, iPhone SE, который еще бодро работает, это прям шикардос. Потому что если вы будете покупать что-то с магазина за 5000 рублей, вы найдете там полнейший шлак. У меня даже был эксперимент неделя со смартфоном из магазина за 5000 рублей. Можете с ним ознакомиться и понять, почему у меня такое мнение. А вот iPhone SE как раз таки будет намного лучшим приобретением за данную стоимость. То есть посидеть в социальных сетях, вот например я ВКонтакте открою, у меня тут что-то музыка открыта. Зайду, вот например, сообщество открою, Andronet моя группа ВКонтакте. То есть видите, что все плавненько, все четенько, никаких особо прям сильных подлагиваний нет. Ну бывают такие проседания, но за 5000 рублей они не критичны. А так в принципе сами видите, что все нормально, никаких подлагиваний нет. Вот например Instagram, а сейчас в Instagram не зайду, потому что его ограничили там VPN отскачивать. Ну что еще? Вот YouTube например. О, неделя с iPhone 2G. Давайте вот откроем. Как раз сейчас и рекламы не будет, ее тоже отключили. Вот, то есть дайте я уберу громко, чтобы вы меня слышали. Поставлю самое высокое качество, которое есть от 1080p 50fps. Данное видео у меня было снято и ускорю его в X2. Так, и можете сами прекрасно видеть, что никаких лагов нет. Смотреть прям очень комфортно. Еще вдобавок то, что у него идут вот такие вот рамки. То есть экран не безрамочный. Из-за этих рамок можно смотреть видос в полный экран. То есть нет такого, что черные полосы по бокам. Ну а по работе вы сами видите, что ничего не лагает. Смотреть комфортно. Прям супер. Также различные игрушки, если заходите поиграть. В PUBG Mobile, ну на низких там средних настройках поиграете. В Call of Duty тоже поиграете. Вообще проблем нет. Единственная проблема, которая может напрягать, это размер экрана. То есть для игрушек, для просмотра видосиков, возможно экран будет маловат. Но следом я хочу сказать о плюсе. То есть для кого-то маленький экран это минус, но для кого-то также и плюс, так как сам по себе смартфон он компактный. То есть вы спокойно можете держать смартфон в одной руке, доставать до верха все, что есть сверху, до всяких приложений. Вот TikTok, например, открыл, который сверху находится. Так, PUBG Mobile тоже открыл. Вообще без проблем. И вторую руку даже не обязательно на помощь звать, чтобы помочь как-то до чего-то достать. И не надо делать вот так, когда хочешь до чего-то достать. То есть просто взял смартфон в руку и пользуешься без проблем. Также хочется сказать, что у iPhone SE офигенный дизайн. Это вообще один из моих любимых дизайнов, которые были у iPhone. И я даже очень рад тому, что новые, вот начиная с 12 айфона, айфоны, да, пошли с таким же дизайном. То есть вот с рубленными гранями, такие квадратные, плоские. И в принципе у iPhone SE как раз таки до сих пор, ну как до сих пор он и был, всегда таким дизайном, как у 5s. Нравится как выглядит сзади, нравится как выглядит спереди. Тем более за 5000 рублей из магазина смартфоны предлагают дизайн похуже. В любом случае iPhone SE выглядит солидно. Ну и вдобавок могу сказать про материал. Тут алюминий. То есть за 5000 рублей из магазина смартфоны будут предлагать пластик. Алюминий вы с трудом найдете за такую стоимость, за новый смартфон. А здесь же, ну прям материал радует. Прям так приятно холодит руку. Кстати, ну единственный момент бывает, смартфон перегревается. То есть все-таки процессор смартфон нагревает. И для таких моментов как раз таки может быть идеально подойти чехол. Ну они вообще стоят копейки, тем более на старые айфоны. Любой чехол вот так вот надеваете и все. Да, алюминий мы закрываем и пользуемся теперь уже силиконовым каким-то чехлом. Просто держим силикон в руках, но зато не чувствуем этот нагрев. Ладно, давайте дальше. Скажу вам еще какие привилегии есть у iPhone SE. Ах да, конечно же можно сказать про хорошую камеру. Камера у iPhone SE первого поколения довольно неплохая. Тем более за 5000 рублей. У камеры хорошая цветопередача. В принципе качество не прям уж ужасное. То есть если что-то сфоткаете, выглядит не так все плохо. Да, конечно же до более новых айфонов ему далеко, но в принципе что-то снять не стыдно и куда-то выложить iPhone, ну с помощью iPhone SE можно. Главное иметь прямые руки. Это я сейчас говорю про тыльную камеру, а если говорить про фронталку, здесь она конечно немножко отстает. Она здесь на 1 и 2 мегапикселя и можно увидеть пиксель, если вы будете делать какие-то салфачи. На тыльную камеру камера еще хорошая, а вот на фронталку конечно, ну тут не дотягивает. Ну конечно же, как я мог еще забыть рассказать вам про дисплей. Дисплей здесь отличный. IPS Retina стоит, технология. Под любыми углами обзора все хорошо видно. Если приблизить пикселей особо незаметно и дисплей меня прям радует. За дисплей также даю большой плюс. Также за 5000 рублей iPhone SE предлагает нам разблокировку по отпечатку пальца. Touch ID первого поколения. Первого поколения это значит, что она еще немножко медленнее, то есть отпечаток только появился. Начиная с iPhone 5s в 2013 году у iPhone появился отпечаток пальца и данный отпечаток просто перенесли в iPhone SE. Ну у iPhone 6s уже идет второго поколения и там разблокировка осуществляется чуть побыстрее. А вот в SE 5s и 6s просто такая небольшая-небольшая задержка. Но благо то, что разблокировка по отпечатку пальца здесь есть, это уже очень круто и вот это прям большой плюс. Опять-таки скажу, за 5000 рублей у смартфона из магазина вы не всегда увидите разблокировку по отпечатку. Следующий плюс, конечно, не знаю, как сейчас даже сказать, назвать это плюсом в 2022 году после всех событий, это то, что у него есть NFC Apple Pay. Но минус в том, что мы не сможем сейчас оплачивать товары с помощью смартфона, если вы имеете карту MasterCard или Visa. Да, то есть я уже сейчас хожу в магазин и не могу расплачиваться с помощью смартфона. Нужно именно карты расплачиваться. Но, как говорят, вроде-вроде карты МИР от Тинькофф, Сбербанка, там ими можно будет пользоваться. И если вы их вобьете сюда, в валет, вот сюда вот короче, то можете спокойно расплачиваться за покупки с помощью смартфона. Ну и тем более вся эта ситуация когда-нибудь дозакончится и все вот эти MasterCard и Visa также будут продолжать работать у нас в стране и будем спокойно продолжать расплачиваться за покупки с смартфона. Ну, если вас NFC не устраивает, то есть плюс такой, я могу сказать просто, что здесь 4G интернет, то есть не 3G. Уже 4G пошел с 5S, но, а нет, с пятерки. Но там он работал, по крайней мере, в России неадекватно. То есть у пятерки, у 5S не всегда 4G нормально работал, но, по крайней мере, у съешки первого поколения 4G работает хорошо. Да, то есть сами прекрасно видите, он у меня никуда не уходит. LTE, LTE это 4G как раз. Ну и крайний плюс, о котором я сегодня расскажу, это то, что iPhone SE первого поколения довольно легко ремонтируется. На него можно, в принципе, легко найти детали. Я вам могу сказать, что данный iPhone SE я покупал, вернее, я его обменял на Samsung Galaxy A01 и у него был разбит, ну как разбит, у него был нехороший экран, то есть что-то он там под воду что ли попал и аккумулятор, в принципе, у него был сдохший. Но аккумулятор здесь поменялся, то есть менялся он легко. По YouTube, по всяким видеоурокам, по статьям в интернете можно научиться разбираться, то есть можно легко поменять аккумулятор, можно легко поменять дисплей. И если честно, данный дисплей менял даже не я, а школьник, то есть которому 13 лет учится в школе. То есть любой школьник может разобраться и поменять экран поменять, не знаю что, может быть даже камеру. Как раз таки iPhone SE является ремонтопригодным, можете смело брать и ремонтировать, ну или если сломался, починить. Из минусов iPhone SE первого поколения могу сказать то, что у него довольно слабенький аккумулятор и быстро разряжается смартфон, если им активно пользоваться. То есть если вы просто периодически смартфоном пользуетесь, то есть вот он у вас лежит, вы что-то там занимаетесь своими делами, потом взяли смартфон, решили кому-то позвонить, там сделать какие-то задачи, потом опять отложили. В принципе на полдня, на день даже при таком вот сильном периодическом использовании вам смартфона хватит. Но если вы прям засядете, если у вас будет постоянно гореть экран, то боюсь, что аккумулятор у вас закончится очень быстро. Может быть ну где-то плюс-минус три часа, а то и меньше. Поэтому покупка повербанка для SE обязательно. Ну и такой еще распространенный минус iPhone, особенно старых, это то, что они отключаются на морозе. Ну благо сейчас уже теплеет, сейчас уже март на дворе, сейчас апрель, май уже будет тепло и в принципе это будет не проблема. А так в зимнее время, когда на улице очень холодно, если вы живете не на юге, то достав смартфон из кармана, он просто-напросто может у вас вырубиться. И в принципе это были все минусы, плюсы, 10 причин взять iPhone SE первого поколения. Если надумали, берите. Открывайте Авито, смотрите, хорошее состояние. 5000 рублей, его отличная цена. Ну а на этом все, всем спасибо за внимание, всем пока, еще обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok